С сегодняшнего дня на большей территории края ожидается высокая пожароопасность. Местами пятый класс горимости. Это чрезвычайная пожароопасность. Ситуацию может усугубить сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. И к нам в студию присоединяется моя коллега Валентина Аскерова, которая расскажет, чем мы можем поплатиться за аномально жаркое лето. Валя, привет. Привет, Ир. Да, действительно, по всем ожиданиям синоптиков, лето в этом году будет жарким. А значит, может возрасти количество возгораний. Только за эти выходные в регионе произошел 131 пожар. За последние три месяца около 6 тысяч пожаров. При этом в жаркую ветреную погоду повышается вероятность перехода природных пожаров на населенные пункты, чем уже беспокоены климатологи. Можно ожидать еще большое количество пожаров, в том числе торфяных, потому что когда устанавливается антициклон, тепловая волна приходит и стоит продолжительное время, не пускает влажный воздух с отлами. Но, конечно, масло в огонь подливает и сам человек. По статистике, основная причина возгораний – пал травы, неосторожное обращение с огнем и детская шалость. Почти ежедневно сотрудники МЧС проводят рейды в дачных поселках, ведь владельцам частных домов запрещено сжигать мусор и сухую траву на своих участках. Для возгорания сухой травы порой достаточно искры от костра, непотушенные спички или сигареты. При этом необратимые последствия могут быть таких пожаров, довольно серьезные экономические ущербы. Большое количество возгораний по-прежнему происходит в полях, вдоль дорог, в природной зоне. Еще одна головная боль спасателей в такую погоду – утопленники. С начала мая 30-градусная жара так и звала к воде. И жители региона даже открыли для себя неформальный купальный сезон, хотя в крае закрыты все пляжи, а купание в диких местах запрещено. Люди начали тонуть. За последний месяц на воде погибли пять жителей региона. Чаще всего это либо пьяные, либо дети без присмотра. Кардиологи предупреждают, что резкое погружение из жары в воду чревато остановкой сердца, так что не хотелось бы повторять рекорд 2019 года. В прошлом летом в крае утонуло 50 человек.